Ну а в центре внимания до сих пор скандал с участием француза Мартена Фуркада, его старший брат Симон, который, к слову, в этом чемпионате мира не принимает участие, уже ситуацию прокомментировал, заявил, что ему неловко перед немецкими биатлонистами, которые выиграли золото, но при этом были вынуждены выслушивать вчерашнюю перепалку. Напомним, в смешанной эстафете накануне, где наша сборная взяла бронзу Мартен Фуркад, помешал лыжнику Александру Логвинову во время передачи третьей эстафеты, наступил на лыжу, затем повздорил с Антоном Шипулиным, не пожал на церемонии вручения наград руку. Примирение должно было состояться сегодня, но не вышло. А вот почему, расскажет Алексей Казанников. Примирение Антона Шипулина и Мартена Фуркада откладывается. Российский биатлонист перед спринтом тренируется классикой, француз же работает на соревновательном стадионе. Сегодня до их рукопожатия дело, скорее всего, не дойдет. Болельщики биатлона по всему миру продолжают обсуждать инциденты, героем которых стал младший Фуркад. Своим неспортивным поведением французский лидер поразил и коллег спортсменов, и функционеров, и в первую очередь своих поклонников. Можно долго спорить, специально ли именитый француз наехал на лыжу. Россиянина Александра Логинова, но извинения он так и не принес. Вместо этого демонстративно ушел с церемонии награждения. Сам Мартен во время пресс-конференции объяснил свой уход нежеланием российских биатлонистов пожать ему руку. Что неудивительно, регулярные нападки на Александра Логинова сначала в социальных сетях, а теперь и на трассе Чемпионата мира. Я хочу еще раз сказать, что у нас одна большая команда, одна большая семья, и задев одного из членов нашей команды, какой он бы ни был, это отражается на всей нашей команде. Поэтому я думаю, что это было, по крайней мере, некрасиво, и я прошу больше так не делать не только Мартена Фуркада, а никому. Мы здесь сражаемся, мы здесь приехали, чтобы участвовать на Чемпионате мира, и я надеюсь на честное сражение. Отдельно стоит отметить и финиш смешанной эстафеты. Здесь тоже Мартен Фуркад проявил свой характер не с лучшей стороны. Вместо того, чтобы поворотся со своим принципиальным соперником, лидером российской сборной Антоном Шипулиным, француз просто закрыл перед ним коридор. Борьбы не получилось. Сильный спортсмен и тот, который никого не боится, он не будет такими мелкими пакостями заниматься, особенно в створе. Совершенно очевидно, все осудили здесь этот поступок, но поскольку он произошел до финишного створа, то предъявить какие-то претензии официально о нарушении правил не представлялось возможным. После смешанной эстафеты инстаграм Мартена Фуркада практически стал русскоязычным. От французского биатлониста отвернулись даже некоторые его поклонники. В соцсетях стал набирать популярность хэштег «Фуркадсвинья». Позор! Сам на лечебном допинге сидит, а наш спортсмен за свое. Уже понес двухгодичное наказание. Не зря тебя свиньей назвали. Ты заслужил. Неоднозначными поступками французский лидер мирового биатлона отличался и раньше. Есть множество случаев, когда Фуркад позволял себе вольности, но не извинялся. Во время пассюта на этапе Кубка мира в Анси Мартен намеренно сломал палку шведу Фредерику Линстрому. Сам француз тогда пояснил в интервью, что, цитирую, биатлонисты иногда бывают злыми и агрессивными, как животные. Другая выходка Фуркада и вовсе поразила болельщиков со всего мира. Мартен замахнулся палкой на признанного короля биатлона Улейна Роберн-Далена за то, что норвежец якобы наехал ему на лыжу. А в январе 2014-го Мартен Фуркад сломал палку россиянину Алексею Болкову. Из-за этого наш биатлонист стал вторым, уступив французу всего несколько секунд на финише. Будет разумно, наверное, Мартену Фуркаду получше узнать русских, их характер, их душу, культуру, обычаи. Поэтому ЛДПР приглашает Мартена Фуркада в Москву, может быть, 31 марта, в день взятия Парижа. Купим ему билеты в Бородинскую панораму, пускай он посмотрит музей войны 2012-го года. И на ярком примере убедиться, что бывает с теми, кто встает на пути у русских. Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохпильцене только начинается. Но уже его можно назвать одним из самых скандальных за всю историю. Надо надеяться, что в остальных гонках на первый план выйдет все-таки спорт, а не политические взгляды и личные отношения. Алексей Казанников, Вести.